Мы не можем соревноваться с Россией по числу мобилизованных. У них просто мобилизационный потенциал в несколько раз больше, ну как минимум в три раза. Поэтому для нас мобилизация, если речь идет о ней, то это не способ выиграть войну, это способ не проиграть войну. И способ сейчас восполнить, скажем так, потенциал вооруженных сил Украины, создать определенные резервы, ресурсы, в том числе для того, чтобы периодически давать отдых бойцам, которые на фронте без перерыва. Вот о чем идет речь. А не о том, что 40 миллионов встанут и выиграют войну. И цифра сама по себе, не буду повторять эпитетов, но главное, вот если вернуться к теме переговоров, для того, чтобы переговоры начались, реальные переговоры, они рано или поздно начнутся. Надо, чтобы наступающая страна была остановлена, надо, чтобы возникло понимание у обоих воюющих сторон, что не выиграть войну. Вот тогда будут договариваться. Либо одна страна побеждает, другая соглашается на условии победившей стороны, но тогда тоже это будет финал войны. Вот, как бы, варианты здесь достаточно простые. Поэтому надо оценивать ситуацию реалистически. Я имею в виду и публикации в западной прессе, и вот эти странные заявления Николаевского губернатора. Да. Левер Вячеславович, мобилизация, ту, которую предлагает Кабмин в том варианте и виде, который он подал в законопроект Верховную Раду, пройдет? В этом виде, я думаю, он даже не будет рассматриваться. Я думаю, что законопроект нуждается в доработке. Он сырой, это очевидно. Там по целому ряду норм и по критике, которая появилась. Второе. В нынешней ситуации, я считаю, сделана огромная ошибка, причем с разных сторон. Этот законопроект изначально сделали объектом политических игр, взаимных обвинений, демонстрации. Вот в этом самая главная ошибка, я считаю. Принципиальная ошибка. И это должны понять в разных кабинетах, не в Кабмине, а вовсе президенты должны это понять. Это должны понять в Верховной Раде все. Все, кто... Военные должны это понять, потому что они тоже, к сожалению, в этом поучаствовали. Я имею в виду военное руководство. Все должны понимать. Законопроект о мобилизации нужно совместно готовить. Совместно. Так, чтобы не было ситуации, когда заложник говорит, вот мы говорим, нам нужно столько бойцов на фронт. Все остальное не наше дело. Пусть решают гражданские политики. Сколько они могут, какие наказания и так далее. Пусть они решают. Нет, это неправильный подход. И неправильный подход министра Марченко, который говорит, у меня нет денег на мобилизацию. Это тоже неправильный подход. Тогда вопрос, а у тебя... Ну, я уже не говорю о том, когда законопроект подавался. Он же голосовался Кабмином. Да. Да, голосовался всеми членами парламента. Это важный нюанс. Я хочу отметить. Это важный нюанс. Перед тем, как подается в парламент, это процедура. То есть Марченко видел этот законопроект. Говорят, что с голоса принимали и так далее. Вопрос тогда к вам. А зачем вы его с голоса принимали? Чтобы потом нарваться на проблемы? Худшее то, что сейчас происходит, это когда от правительственного законопроекта открещиваются отдельные министры. Не хотят брать на себя ответственность за тельные нормы этого законопроекта. Причем самое разное. Федоров говорит, я не буду рассылать электронные повестки. Полиция говорит, мы не будем вручать повестки. Ребята, тогда распускайтесь, поднимайте руки кверху. Это неправильный подход. Вы или государственные чиновники, и вы должны действовать как единый организм. Либо, извините, вас надо снимать с должности и посылать на фронт, чтобы вы выучили уроки своих собственных ошибок. Вы не хотите заниматься мобилизацией, которая является государственной потребностью сейчас. Значит, вы должны сами пойти на фронт. Вот такой должен быть выход из этой ситуации. И поэтому странно. Я думаю, что просто это лукавство, либо полная политическая безответственность, когда министр Марченко говорит, у меня нет денег. А в законопроекте записано, он не требует дополнительного финансирования. Это как? Кто кого обманывает? Вообще непонятно это как, да? Да, конечно, нет. Понятно, что он требует дополнительного финансирования. Но также понятно, и Залужний об этом намекнул, что речь не идет о том, чтобы мобилизовать. Он же тоже сказал правильно, кстати, абсолютно, что речь не должна идти о конкретных цифрах сейчас. Это не та ситуация. Уж извините за эту формулу военной тайны. Тут кто-то Гайдара вспомнит. Ну, банально, есть государственная тайна, интересная национальная безопасность. Поэтому цифры лучше не озвучивать. Но так или иначе, речь не идет о том, чтобы мобилизовать одновременно 500 тысяч человек. Это будет в течение года, и это будет распределено, в том числе и финансовая нагрузка. Тем более, что часть мобилизованных – это возмещение, извините, тоже за суровую правду реальных потерь на фронте. Поэтому я думаю, что там не идет о том, что нужны какие-то очень большие дополнительные деньги. Дополнительные деньги понадобятся. А вот сколько – надо считать. И надо садиться вместе. За Лужнову и Марченко, Федорову и Клименко, Умерову, который, кстати, именно его ведомство разрабатывало версию законопроекта. Проблема в том, что это эклектичный законопроект. Насколько мне говорили осведомленные люди, в том числе из Верховной Рады, которые знали ситуацию заранее, были предложения Генштаба, Минобороны взяли на разработку. Были, соответственно, какие-то предложения от Офиса Президента, от других ведомств. Вот это все Минобороны сводило вкупу. Свело не очень удачно. Там есть целый ряд странных норм. Я сейчас не буду их касаться, так как уже много это обговаривается. Я говорю про саму логику. Вот сейчас законопроект нужно выправить, сделать его логичным, взять за него совместную политическую ответственность. Это единственный выход. Если этот законопроект в таком виде, как сейчас, подавать на рассмотрение, он будет провален Верховной Рады, это будет плевок государства самому себе в лицо. Это будет огромнейшая политическая ошибка. Проиграет не кто-то. Проиграют все. От этого проиграют все. И Залужный, и Зеленский, я уже не говорю про Кабмины и так далее. Эти, кстати, меньше проиграют. А вот первые лица проиграют точно. Это будет удар по их репутации, потому что они представляют государство. Поэтому ни в коем случае нельзя допустить, ну скажем так, провала с этим законопроектом. Уже ошибка допущена, когда начали играть в этот политический футбол. Соответственно, надо сейчас прекратить вот этот политический футбол, взаимное обвинение и открещивание от непопулярных норм. Законопроект, понятно, не самый популярный, я бы сказал, в значительной мере непопулярный по понятным причинам. Соответственно, его надо доработать, сделать рациональным, не красивым и популярным. Популярным он не будет никак. В любом виде он не будет популярным, потому что речь идет в том числе о жизни конкретных людей, которых будут призывать на фронт. И это, конечно же, очень многими будет принято без восторга. Такова реальность, это не только у нас. Это и в России, и в Польше, он опрос недавний у поляков, лишь 15% готовы пойти защищать свою страну. Но у нас другого выхода нет, как заниматься мобилизацией. И вопрос в том, что нынешняя система мобилизации не работает, она фактически провалилась. Да, надо создать действующую, реально работающую систему мобилизации. На это направлен этот законопроект. Поэтому надо вместе сесть, доработать его, вместе взять за него ответственность. Перед голосованием в Верховной Раде и Зеленский, и Залужный вместе должны призвать депутатов проголосовать этот законопроект, обратиться к обществу и объяснить, что другого выхода просто нет. Потому что либо мы продолжаем сопротивление российской агрессии и принимаем этот закон, и реализуем этот закон. Либо, ну скажем так, последствия будут не очень хорошие. Вот такая ситуация. Поэтому сейчас, я думаю, что надо перевести эту дискуссию в рациональное русло, заняться доработкой этого законопроекта. И чем раньше, тем лучше прекратить все эти политические игры с взаимными обвинениями и отказом, скажем так, от выполнения каких-то непопулярных норм. Владимир Вячеславович, Тимошенко вышла на авансцену, говорит, в этом виде голосовать не будем за законопроект. И вообще, где план Б? Юля требует план Б. Ну вот план Б, я могу вам сказать, Юлия Владимировна, план Б – это капитуляция перед Россией. Капитуляция перед Россией. Если вы готовы выступать, Юлия Владимировна, в роли переговорщика с Путиным и подписывать мирные условия Путина, а такие, кстати, уже версии я встретил в российских телеграм-каналах. Уже кое-кто вспоминает, напрасно мы поддержали в свое время Януковича, а не Юлию Владимировну Тимошенко, которая подписывала газовые соглашения 2009 года. Это вот я цитирую то, что прочитал у одного российского комментатора. Вот если Юлия Владимировна готова взять на себя ответственность и сказать, что план Б – вот давайте, нам не нужна мобилизация, давайте начинать мирные переговоры с Путиным, ну пусть посмотрит на нынешние рейтинги Арестовича. Да, и на свои рейтинги, кстати, тоже. И такой подход с таким планом Б окончательно уничтожит любую политическую перспективу Юлии Владимировны. Вот это она должна понимать. Я считаю, что это ошибка. Я в свое время, вот сейчас расскажу одну историю, ну это такая информация, конечно, давняя, поэтому я считаю, что гриф секретности уже можно снять с нее. В 2014 году я и еще целый ряд людей обсуждали в штабе Юлии Владимировны, что делать дальше. Это был, я не помню, точно, конец марта, по-моему, примерно, 2014 года. Уже был Крым, уже начинались, скажем так, сепаратистские бунты на Донбассе. Тогда, кстати, на этом обсуждении родилась идея добровольческих батальонов. Реализована она, правда, была другими людьми. Аваковым, там, отчасти при помощи Коломойского, но идея тогда родилась. Но вот появилась идея поехать на переговоры. Юлия Владимировна говорит, я знаю Владимира Владимировича, как с ним вести переговоры, я его уговорю. Я, потом еще один французский советник, который там присутствовал, мы сказали, вы что, это будет для вас политическое самоубийство. Если вы поедете в Москву в нынешних условиях, все, на вашей дальнейшей политической карьере будет поставлен крест, вас будут воспринимать как предательницу. Она прислушалась, вот она умная женщина, и у нее есть все-таки понимание политического процесса, хотя ошибок за ее политическую карьеру тоже было немало. Да, вот она прислушалась и не сделала это роковой ошибки тогда. Тем более она уже готовилась к участию, или уже, возможно, была зарегистрирована как кандидат президента. Вот сейчас она совершает еще одну ошибку, она говорит, на грани. То, что критикует этот законопроект, там можно критиковать его, нужно дорабатывать, но если она будет выступать принципиальной противницей этого законопроекта, то надо понимать, что тогда она будет выступать за мир на российских условиях. Вот простая альтернатива. План Б – это мир на российских условиях, и многие его назовут капитуляцией, и будут, соответственно, ее воспринимать в роли пособника Путина. Так что пусть Юлия Владимировна задумается над тем, что она может совершить, может быть, самую руковую ошибку в своей жизни. Мало того, что она потеряет шансы на политическое будущее, она еще, скажем так, перечеркнет все свое достаточно яркое политическое прошлое, которое в нее было. Ну, смотрите, многие связывают это проявление и появление Тимошенко с каким-то запахом выборов, который будет и носиться над 2024 годом. Что думаете вы? Вот я напомню, перед пресс-конференцией Зеленского вы так намекнули, что пресс-конференцию созывают для того, чтобы заявить, вот будут выборы. Я сказал, нет, не будет выборов. Но не та ситуация сейчас, не до выборов. Я повторю просто главные аргументы. Во-первых, денег нет на выборы, банально. И я рискну предположить, денег не будет не только на выборы, а и на некоторые другие вещи. Поэтому придется экономить. И действительно, где я могу согласиться с министром финансов Марченко, надо все считать. Надо понимать, сколько мы можем выделить на дополнительную мобилизацию, откуда эти деньги брать. Соответственно, где, какие статьи расходов просто закрывать, вычеркивать. На что мы можем рассчитывать. Опять-таки, сколько мы можем выделить на армию. У нас, кстати, большая часть расходов действительно идет на зарплату банально. На зарплату и обеспечение. Питание, амуниция и так далее. Да, есть еще оружие, боеприпасы. На них, кстати, идет меньше 20% нашего военного бюджета. Это, чтобы люди понимали, насколько все непросто с деньгами. Поэтому деньги тоже нужно считать. Даже 5 миллиардов гривен на выборы на данный момент нет. Если уж выбирать деньги на зарплаты военным, в том числе и на мобилизацию, и на пенсии, то понятен приоритет. Второй важный момент. Подождите, подождите. Вы сейчас говорите, что пенсионерам не будут платить? Это не я говорю. Это свереденко сказала. Я говорю о том, что социальный выплат. Вы ставите выбор. Или солдат, или пенсионер. Я правильно услышал? Нет, нет, нет. Я говорю о альтернативах. Либо платить зарплаты военным и пенсии пенсионеров. Не и, а и. Либо тратить на выборы, ну еще там на разные строительные развязки в Киеве, которыми занимается Кличко, ну и так далее. Я понимаю, там уже появился новый мегапроект строительный туннель на Теремки вместо того, который, к сожалению, не работает. Да, тоже огромное капиталовложение. Да, но вот боюсь, что сейчас этих денег просто не будет на такие мегапроекты. И на выборы. Я говорю, у меня в масштабах бюджета не самые большие деньги, но их не будет. Просто зарплаты военным и пенсии пенсионерам – это как бы приоритеты номер один. Ну, банально. Потому что одни воюют за нас, у других просто, извините, мизерные деньги, и им надо на что-то существовать людям. Либо давайте тогда вместо пенсии, я не знаю, там пайки выделяйте людям, если у вас денег не будет. А про дефицит не я сказал, Свериденко сказал. А сейчас, на ближайшие месяцы, проблемы нет. Как бы план Б уже работает по финансированию, пока там в Конгрессе США вопрос не решен. Но так или иначе риски есть для нас. И нам так или иначе придется сокращать целый ряд внутренних расходов. Поэтому вот, прежде всего, деньги по этой причине, выборы маловероятны. Как это не банально, но вот тут финансовый вопрос – один из главных аргументов. Равноценно с этим. Общественное мнение против. Его позиция, кстати, может измениться. Ну, мы же видим сейчас эти опросы, где, ну там, как это, да, вот что для вас главное. И главное для людей, чтобы там пленные вернулись. Ну, вот эти пункты последние. Подождите, насчет пленных вернули – это не от нас зависит. Не граница 91-го года сейчас, как бы, приоритет в этой войне. Нет, про граница 91-го года, ну, я не знаю, говорят только, ну, скажем так, люди, которые потеряли связь с реальностью. Сейчас о другом идет речь. Я сейчас говорю, задача – удержать нынешнюю линию фронта. Удержать. Дождаться, когда ситуация с ресурсами и поставкой боеприпасов улучшится. Наращивание производства тех же самых архитерийских снарядов уже происходит. Поэтому постепенно, я думаю, ситуация будет в этом плане улучшаться. Продолжение следует...